Работаю в структуре МЧС на должности медслуживы. Задержали меня 12 апреля, это была Пасха. Задержали меня в собственном доме. Поехал туда к родителям, задержал меня в правый сектор. После этого попал в СПУ и по сей день находился в тюрьме. Скажите, а к вам применяли физическое воздействие? Правый сектор. Били. Сказать так, чтобы убивали, нет. Но физическое воздействие по лицу погибло. Удары наносились. Медицинская помощь была оказана после этого? Нет, медицинская помощь не оказалась. Условия содержания находились все это время в Артемовске. То же самое, как обычная тюрьма. Служина первой вам сообщили, что произойдут подвижки? Это случилось 15-го числа. 15-го числа ноября месяц. Сегодня что ли? Сегодня? Ой, не 15-го, а 12-го. Три дня назад, да? Да. Скажите, а с родственниками виновали бы говорить? В тюрьме запрещено общение по телефону. С родственниками я говорил только в зале суда, когда я был отпущен из зала суда. Опять же, мне обменили 260-ю статью, это содействие, не содействие, а участие в вооруженном формировании. Единственное доказательство для них это было видеоролик, где я оказывал медицинскую помощь. Масленков Александр Павлович ехал через МОС в Украину сюда, ну через Нотова. Точно так остановили, выявили удостоверение МЧС, задержали. Сколько времени назад? С 30-го октября. А, то есть вот совсем полмесяца, да? Да. Теперь вы расскажите, где вы все это время здесь проводили? Ну как, кто задержанный, жили вместе с товарищами. Получается, полный трех. Нормально относились. Что еще? Вы родственниками как-то сообщили? Да, конечно, телефону выдали, сообщили о своем местоположении. Все в порядке было. Как вы узнали, что у вас будет принять? Сегодня нам сообщили, что ланчатник стал собирать вещи. Едите на обмен.